итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас понедельник 16 марта и давайте посмотрим на графики евро фунта мы видим что евро продолжил снижаться но на азиатской сессии открылся гэпом вверх произошло это после того как на внеочередном заседании федеральная резервная система понизила процентной ставки мы сразу до уровня 0,25 процента и вернулась к программе количество смягчения на сумму 700 миллиардов долларов все это говорит о повторении плана 2008 года кризисного видим что фрс практически до нуля понизила процентной ставки даже не стала ждать очередного заседания мартовского это говорит конечно о очень плохой ситуации в экономике о беспокойстве о вполне вероятном начале кризиса но забегать вперед мы не будем конечно нагнетать панику посмотрим какие плоды принесут текущие понижения так как в целом ситуация очень и очень сложно особенно фондовых рынках хоть и наблюдалась коррекция пятницу но пока каких-то предпосылок к развороту не происходит что касается у нас технической картины видим что евро вернулся у нас пятницу к поддержке 1063 и по всей видимости спрос на американский доллар сохранится в условиях тяжелой финансовой ситуации поэтому формирование ложного пробоя на 1158 сигнал продажам и пробиваемся мы ниже 1063 в таком случае идем на 0992 0957 0937 из фундаментальных данных сегодня ничего нас важного не публикуется индекс потребительских цен по италии отчета бонус банка немецкого ну и производственный индекс по сша все это конечно никакой не окажет никого не окажет воздействие на евро встреча у нас евро группа встреча j7 посмотрим что там скажут опять наверно будет греться необходимости скоординированных мер по борьбе с коронавирусом и все в этом духе но не думаю что там рынок после этих каких-то решений заявлений будет подвержен какой-то сильной волатильности думаю что давление на евро будет сохраняться и дальше если по какой-то причине мы выбираемся выше 1158 то можно подтверждать коррекцию на 1237 1295 здесь покупки европе продаж европейской валюты сразу наскок но на мой взгляд учитывая что надвигается нас очень серьезно серьезные проблемы а реакция фрс это подтверждает спрос на американский доллар все-таки будет сохраняться в текущих условиях что касается британского фонда здесь мы все видим просто валимся вниз без остановки в пятницу мы проделали очередные 250 пунктов вниз были предприняты какие-то небольшие отскоки но в целом остановились мы возле 2270 сейчас сопротивление 2353 здесь сложный пробой возврат на 2270 и летим дальше вниз на 2197 2150 и затем 2112 если мы выбираемся выше 2353 то покупать лично я не буду торопиться чтобы ловить какие-то минимумы лучше всего продажи на 2417 после встречи со средними скользящими либо на сколько 25 14 опять же повторюсь учитывая что федеральная резервная система пошла на такие экстренные меры все это говорит в пользу очень очень сложной ситуации экономической и не думаю что сейчас спрос на рисковые активы там евро фунт какой-то вновь вернется как это у нас было еще до понижения процентных ставок поэтому будьте очень осторожны длинными позициями всем удачи